опять же я могу ошибаться но ты можешь ошибаться так давайте посмотрим у нас начинается как раз ки стадия драфта тундра против без кост я на дичайшем хайпе честно тему сказать я просто даже не верю что происходит и что мы с вами смотрим эти баны и так обонят у нас и нигму и паны и сразу ответы нчи да сразу видно вот бан бан без кост это вот сразу выстрел в 33 знаешь вот нужно нужно обязательно уважить плюс сейчас в нынешней мете enigma это flex персонаж который идет и на пятерку причем с малифайсом стал очень плотным покупает solar crest в принципе как от суппорта больше ничего толком и не надо очень и так большой плюс если надо и крипов может поесть а в тимпайте без слотов наносит большое количество урона розочкой но и ванится тех на следующем выстрел у нас конкретно идет именно в саксу да и ванится течис интересно то что тундра так высоко ходирует энчандрес это конкретно против стингера в том числе у стингера хороший только винрейт на это не чем в скобках нет 37 процента винрейта ничто думаю что он исправился по ходу паузы между регулярным сезоном и собственно самим ивентом потому что но 37 процент винрейта это может быть их больше пугает этот герой своим каким-то сетапом по всей карте суетой который наводит но как говорится зачастую не выигрывает но твоя я скажу так винрейт в этот плане не имеет значения я думаю что есть логика у тундры понятно кстати если что банан дайенга был бы даже более перспективным я имею ввиду что без кост лично для меня из-за того какую доту они играют какой они показывают буквально недавно еще я смотрел их матч и я считаю что их шанс побеждать именно темпом сноу боли то чтобы за сноу боли четко нужны сильные не просто сильные линии не надо ничего придумать больше просто сильные линии это буквально вчера наблюдали на перегровках юго-восточной азии берешь выигрываешь линии последствия становится много лучше очень быстрый морфинг от состава тундры у нас появляется тибер слушай хороший вопрос насколько могут эти ребята сыграть и металл морфом потому что маленько не в стиле мидера тундры этот момент опять же пикать супер быстро морфа для скидка я тоже немного удивлен если честно на этого и как бы по тиберу ну теперь наверно были все таки от найна насколько прямо и тогда тем более есть вопросы да потому что от этого дабла морфа тимбер вы сразу же кратите двух порах но я тебе расскажу в какой смысл принципе ребята вкладывают слишком мало героев сейчас закрывают вот этих двух актуальнейших персонажей патча и тимбера и морфа один из героев контрапикающих тимбера это бэтрайдер который и был забанен в принципе тундрой взять тимбера просто с плюс один суппортом не представлялось возможным я думаю для тундры потому что они не хотят проигрывать морфу морфу на восьмой и поэтому они пикнули морфа и получили шторма в ответ я думаю что они уже этими пиками застали врасплох без кост потому что я тоже не ожидал морфа с тимбером но насколько это гениально звучит вот я вчера предлагал тебе да там когда появляется пугная да там пикнуть шторма сайленсером и вот тут это было на гениальнича они украли морфа чтобы не было прекраснейший даблы и в итоге знали что на восьмой пик не будет какого-то жесткого керри торпика от джим парка вообще конечно интересно то что без косту же отвечают у нас этим самым штормом для dark мага окей пусть будет так в итоге это он дает шторм понятно что пока это никак не синергирует они тут же блочат сенсора против шторма хороший вопрос пугна не в бане на 5 брать пугну он дайнга это вообще мимо на мой взгляд потому что у вас просто не будет контроль у вас будет на двоих там какое-то замедление все то есть вы уже не можете позволить себе откровенную имбу и пока тундра достаточно много но а тебе не кажется что тундра почему-либо нет арксира против маха как будто бы просто я привык видеть банды арксира конкретных давайте взять кузу нет ведь мнение не то есть и против т.б. и против морфа это очень хороший персонаж действительно поэтому и банят тут вопрос в другом а что еще банить тундре если они понимают что ребята с этим штормом поставили себя быть отчасти в ловушку почему потому что он дайнга пикнули на 5 герой без станов единственный стан будет вортекс у шторма а потом далее вот на 16 и 17 с такой очередностью ты будешь уже открывать одного кора а пугну или котла брать это значит что ты рассчитываешь на то что ты в ладоши будешь хлопать вот он деньги и как то ловить героев таким образом и тогда вопрос по фэбэн дайнгу на самом деле ладом у них был дабл драфт я бы прекрасно это понял и тогда бы появилась пугна шторм так так вопросы есть если честно до кого подбани ребята с карас мэджа подбанили но вот смотри чтобы шторм мог вырываться и понаглеть до того как у есть пока башка чтобы это было беспроблемно но опять же всех сайленцев не перебанишь минус будет весна жили не ожидали сейчас джим парковой до 9 абсолютно слушай то даже него стиль а тем не менее я думаю это намек на то что это наверно один из видно не не единственный но один из героев дата в monkey king допустим доминировать может против тимбера на линии до а воет переживает тимбера хотя все равно тимбер фри фармит на этой линии но влейте влейте могут быть вопросы плюс у самого джим парка маленький пул героев лично для меня вот для мне кажется для мажора маловато темпларка медуза свэн морф фантом лансер фантом ассасин monkey king шаду финт мипа гаус night лего магнус платтикер да 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 тб алхимик и это за последний месяц я тебе назвал это оксимирон какой-то сейчас зашел зачитал нам всех героев джим парка но я скажу ладно давай так успешных героев джим парка я неправильно забыл слово одно уточняющие я считаю лично его успешные герои это bloodseeker это медуза это террор blade это морфлинг вот но такие персонажи ну может быть еще можно назвать одного это прямо на которых он грубо говоря профессор а дальше свен морф от его наверно герои ну да да вот еще свой все правильно да вот 5 5 вот я считаю это вот герои его который но главное то что он идет с он дайвингом это уже неприятно для тиллера даже если кто бы туда не пришел в банят им пларку кстати вот еще там планка от тем планка еще приятно и снег появляется еще там пларка да 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 но опять же топ 1 его герой по пик рейту у нас появляется стопор для тундры окей сейчас были дабл драфт и пора уже что-то раскрывать какие-то свои козыри доставать так сказать ребята высота без кост мне непонятно кого сейчас брать под он дайн к то есть тоже один право ты вчера предлагал такого героя как дровка я бы четко это помню хорошо просто сколько на сейчас актуально но опять же зато у вас были классная линия дань плюс дровка это всегда это начинается про левела вы уже можете даже агрессировать поставить тампу и там кого-то да и напрячь но это муэрта нету она медуза не да это понятно я понимаю почему медуза появился что все равно это full free линия по забанили специально антимага чтобы их случайно не прикрыли но я так понимаю что у тундры есть какой-то ответ на этот в общем целом да мы с тобой смотрели как морф превращался в медузу и медуза почти не наносит никакого дэмэджа у медузы ограниченная так спит и нужно покупать муншард потому что линку тебе по-любому собьют в любом случае тебе линку собьют надо к этому привыкать уже нужно адаптив страйк работает сейчас и сквозь пкб я имею ввиду линки сбивает и поэтому тут нас я так и думал что не будут изменять традициям и возьму мне кажется это очень плохо если честно сейчас мне почему-то кажется это плохая идея для ребят из состава без кост ой-ой-ой-ой-ой потому что сапы реально не работают у самой медузы по не контроля тоже есть вопросы знаешь у нас есть шторм и плюс какая-то тройка это что должна быть за тройка даже и это что у нас получается тройка плюс пугна я суши как-то себе с трудом это представляю если честно мне пока не нравится без коста но я скажу так линия медузы андайк отдельно это вообще принципе до тир один персонажи хорошо играется все понятно но тут надо учитывать нюанс то что во первых это игра против морфинга и тайминги которые на медузе сильными кажутся на первый взгляд ослаблю ослабевают по причине того что есть агоним и он сразу же выключит эту медузу вокруг которые хотят сейчас играть все герои команды без кост все они понимаешь им пугна хочет прятаться андайк тоже он не хочет вот идти рожон так сказать против тимбера драться у него нет ничего чтобы застанет нет ничего чтобы знаешь как-то заэскейпится толком кроме как и шар там в тамбуз прятаться получается и медуза не может вывести пока что на глазок этих героев плюс напомню что тимбер ну это это грязно 33 это просто знаю захотелось сыграть на своей супер олдовой сигнатурочки главное что не через петер хаммер и все знаешь я вот слушают вы рассказывали про медузу все классно все правильно все круто меня интересует именно early game я пугна плюс кто-то я не вижу кто это будет если честно даже понятия не имею и мне кажется что именно это линия были слабый мид шторм но я верю соусал стоит как бы там может быть 50 50 может быть даже чуть более выигрыша на кольца нижняя линия верю медуза присутствует окей верхняя вверх медика скучать или в относительно без костом допустим наоборот да представим на секунду что линию никто правильно милишников под морфинга сейчас будут банить до для снайкинга это все понятно все прекрасно и ясно вопрос другом в мид-гейме шторм побежит с пугной кого-то убивать да то есть он дает возможно даже подключиться и что то это трио не выглядит убивающим у морфлинг имеет твой форм тимбер имеет тимбер чейн снэп файр имеет печеньку тайда просто не убить физически невозможно вывести на родничка где дэмэдж где дэмэдж можно тот порта про про то кунг-фу которая я говорил вот у тундры сейчас просто настолько именно общий out draft а у без кост точечный out draft 300 круто конечно когда у тебя есть линия медуза он дает как же я сейчас прекрасно поставил линию а про чтобы просто по игре будем делать то есть получается он дай хлопает ладоши пугно хлопает ладоши если шторм не дай бог оказался дизейвли а кто собственно вообще станет кто бы с кого ловить и поэтому очень страшно ну марс какой то я не знаю сейчас сакры должен вспомнить каких-то своих своих каких-то героев на которых он не так часто играл как в последнее вот как на бестмастере да допустим вот я помню что вот он очень был плотный на бестмастере на тимбере сам очень сильно играл и сейчас на данный момент ему надо вспомнить какой-то нестандартного героя для себя обязательно чтобы этот герой имел но полтора 100 на минимум я не знаю что вот я из того на чем он играет я могу перечислить более-менее есть драгонайт как один из вариантов он когда-то играл на иска он играл на валоре и вот не почему-то здесь и магнус нравится и на по стадии лейнинга прицепить как он бред бафик медуза вот но при этом есть еще какой-то достаточно странный вариант без станов но тогда уже знаешь что будет некий улыбн это некор и некрофосу здесь более менее будет неплохо на москве по нему дам еще пикник общий пикник рафоса здесь неплохой просто я смотрю на вот этот весь драфт и не понимаю но знаешь вот одним героем нельзя перекрыть но не то что ошибку перекрыть какой-то недостаток серьезный недостаток станов серьезный недостаток мобильности кроме шторма кто будет тогда отпушивать пачки на карте когда мы все втроем подниму втроем побежим то есть этот герой должен что час отпушивать пачки вы стоять про хорошо линию морф плюс last пик стоять пугный остаться один потому что пугна будет как постоянно контролить руны вся игра будет строиться вокруг мида на 6 8 10 минуте потом пугна возьмет 6 и вообще оффлайнер не увидит пугну никогда и я не знаю как вообще найти такого героя вот столько опции это я еще не все перечислил это тысячи не все перечислил ничего себе не знаю я вижу дака здесь плане таки вижу дака как один из вариантов и опять же усилите свой пуш потенциал у вас точно были стану вас точно будет пачки за счет фаербола чем дак было раньше плохо сейчас с этим шартом все были менее достойно да и целом линию он опять же не за кошмаре они хотят они хотят пойти знаешь кучкой собрать несколько бафов пойти кучку взять еще solar крест на медузу взять два этом и попытаться запушить потому что вли влить и эта игра не выигрывается никогда я не вообще даже не вижу как это работает как это эти герои связываются новый early game и когда шторм с пугной пойдут я думаю что у них есть шансы сейчас будет last peak last peak это support понимает что против некрофоса надо что-то придумать потому что некрофос на дистанции с морфингом стоит хорошо это наверно редчайший персонаж который ну может даже выдавить вопрос по механике доты угадал не угадал некра защита на не защита на красавица защита на мне это точно защита на я бы никогда не подумал что в такую общую картину драфта еще одного медленного без станющего героя можно было пикнуть ну давай так тут не было варианта ты не не говорил выбери герой который мы выиграет то есть если ребят этим проиграют я их идею могу понять вот если честно и по линии и по mid game и по любому late game но тут же у нас появляется shadow demon вопрос тогда она что-то демон просто fire никакого милищика для снаекинга не не могли придумали потому что снаекинг не играет на милищника как бы странно это не было он реально на них не исполняет единственный личник на котором играет это баунти хан все остальное это всегда всегда абсолютно всегда стоп-стоп-стоп-стоп-стоп но есть у него еще я точно знаю клокверк и undying два героя на которых он точно играл я не говорю что это было вчера но в общем я знаю точно что он играет и в пабликах я его видел на этих пабликах да я имею ввиду компьютере за последние месяца три у меня такая статистика вот плюс опять же клока подбанили undying взяли поэтому давай кто на комский терноморфе остальных мы с вами не успели но я думаю что там были уже более-менее понятно и по голосанию в чатике 30 процентов и 70 процентов за тундру давай от нас с тобой голос скажу так у бескос крайне интересный драфт и вот я бы чуть больше накинул вероятность и побед за счет того что этим драфтом нужно выигрывать только с наглостью что без просто нет поэтому я ой странный конечно сложный странный выбор но когда-то же я же поставил что не возьмут карту пусть это будет это хотя бы это лын это просто олд и навиграв вас либо пойдет либо вы проиграете стреском причем но если смогут завоевать темп и выиграть две линии я хочу посмотреть выгонит ли некрофос морфа и если некрофос выигрывает лига выгоняет морфа and dying с медузой не дают фрифармить 33 ему и надо понять посмотреть что еще 33 выберет в качестве первого айтема на этой линии вот ну маленького промежуточного да там типа вангварда только не вангвард и я думаю что победа за тундрой но есть маленькие-маленькие шансы что если так развалят линии то остановить этот сноубол будет невозможно потому что некрофос все это архив да 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 и опять же вопрос что будет приобретать сам некровос и как это будет работать да но при этом теперь нет такой проблемы как бы выбить все хп из тимбера теми героями что у вас есть как же выбить все хп из морфа некрофос может взять себе банально blink и это уже будет работать у него кстати очень потрясающий шар допустим теперь когда его вот таким вот сделали он еще комбинется паблика с филок перей которую можно увидеть и это вообще откровенно имба реально но блин что-то еще и не кружи хорош некро хорошее парни артефактов на команду до поли раннего давления уж потенциал очень даже неплохой дэйв лейт он нормально скидлится пойдет прилично но тундра вот одна из тех команд которые можно отметить что last пик для суппорта очень тоже много чего предпринял предвнес от косы спрятать можно можно поржануть некрофоса чтобы он не захилился и не чувствовал себя в безопасности можно можно возможно этот герой на линии будет средненьким потому что может чтобы демон против некрофоса звучит не так сильно битва начинается у нас пошел уже стингер как же крыть какая же красивая картинка этот первый матч надо запомнить эти эмоции эти чувства and the battle begin скажу нас да с тобой ну что не забываем про то что у вас есть замечательная опция получить тысячу прибыта подбум ребят регистрируйтесь по баннеру в описании юзайте промокод боли и забирайте их прямо сейчас и так хорошо первый выход и ни одна и ни вторая команда не нажала смог насколько 50 золота ценится и посмотри-ка коэффициент 1 и 4 на 33 коэффициента карту нашего партнера обед бум круто ну вообще справедливо справедливо по уровню ну а по пику окну и про прибыта естественно не забываем да по на промокоду боли 1000 фрибетов забирайте прямо сейчас и так неужели бесткост заходит сюда просто в наглую дедуле вахтре под охраны and dying а заходится да но как бы это размер порона смотри кстати тундра тоже в топе вышла почувствовали что медуза одна окна давай какой-то выход уже есть у нас скитер скитер сейчас можно где-то идти и давай-ка посмотрим там ребята со стиками приходит на эту линию против саду демона ага они приходят с наглостью смейки начинают бить и посмотри бодиблог то какой от скофилда и смейки нужно отлетать это фёс блат ребят става без коса после кого очень хотелось бы для одних ра и но здесь был единственный кор вот оставался некропусу конечно было бы неплохо дать этот шторму знаем мы как мид любит реализовывать первые свои деньги да там выход в быстрый фалькон блэйд да и ляпнутые стейки ну как-то чувствовать себя прекрасно давай с тобой наверное обсудим стадию лейнинга как это происходит да и чтобы демон плюс моргинг внизу против анда инга и некропос давай вопрос по некропусу собственно стоит я считаю что некропус должен быть вообще там на приличном фарме главное чтобы не передавил в начале не пытался уничтожить морфлинга а именно к сел получал левел и чем больше ему левла оставит его тиммейт скажем так тем лучше он будет себя чувствовать и плюс линии конечно не очень стандартные я бы конечно манда инга поставил в топ и не нравится что он дает не в топе а я знаешь как дико удивился тому что он даем почему-то у нас в нижней линии я еще думаю может быть я что-то не то сейчас хочу сказать но тем не менее да казалось бы номинальная пятерочка стоит у нас в итоге с некром но это линия на давление это линия на жесточайший вы нас судя по всему ребята будут рассчитывать что это все удастся я думаю что это может удастся да потому что у морфлинга вначале большие проблемы против он дайвенга да он сам перекачанный обычно имеет 200 здоровья а получаешь 2 дикей у тебя меньше 100 хп на там вообще ужасно поэтому стоит но задуматься о том что скитеру не получается full free фармить но не должно получаться первая пауза на турнире запомним и и запомним ее главное чтобы это была первая из двух максимум наверно по итогам этого игрового дня и так нами расследование на тиммер против dark мага как тебе эта линия в целом ты тут за кого как считаешь здесь шторм имеет 55 на 45 плюс-минус по информации как говорится достоверных источников матчапов вот и и но на дистанции на дистанции тимбер не будет испытывать проблем против шторма но когда пугна получит 6 надо уже будет посмотреть на размеры какие будут а так ну я думаю что он будет кресить но не так хорошо как что вообще лично у меня допустим есть вопрос как тут распределять ресурсы пугни потому что желательно к что здесь было две пуганы в команде один который помогает шторму один который помогает медузе до в идеале то уж судя по всему потому что здесь ну сложновато будет в этом плане и понятно что акценты будут смещаться если что как обычно отвечаю на возможный твой вопрос где будет манаверну состава тундра его не будет и поэтому медуза здесь будет грубо гряд себя играть в том числе и не бояться того что ману все выжгут и так далее собрана момента мне кажется пугна сначала будет бегать за штормом под какие-то или фраги а потому что за медуза я думаю что да вот 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 это не надо 22 таких героя не обязательно то есть это просто поначалу ты заливаешь постоянно ману шторму то есть тележка ресурсов для этого героя а потом на дистанции в лейт игре ты все равно во время файта не можешь найти момента чтобы максимально перелить ману шторму обычно ты будешь работать уже с медузой ну да что-то типа этого давайте наверное еще на верхнюю линию сейчас посмотрим что вообще там происходит я так поглядываю что 33 хочется посмотреть что он будет билдить в целом да и обрати внимание они метеор ли это хаммер какой-то уговый я думаю что это тот самый метеор хаммер который должен в принципе быть всегда вот а это потому что первое давление он оказывает самостоятельно раньше было так что то и так но стингерс разменивается с акции очень плотно сакса душит начала сакса души да при этом обратили внимание у него там есть еще гранатка то есть потенциально можно будет и выйти если тут кто-то сильно ошибется но понятно что ведь медузу опять же достаточно сложный где сакса ой 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 он подрезает курьера кстати я помню парк успел себе донести но тем не менее сакса лишает его такого да мелочи приятно 3 понимаешь по 30 каждому это всегда за счастье это знаешь это мини баунтиру на то да да весьма таким серьезно я так смотрю что пока у шторма 18 на 3 нормально себя чувствует 17 на 2 некор если этот некор выиграть я буду гордиться тебе буду до конца дня гордиться я тоже бой гордиться просто понимаешь я вижу какую лыновую ставку ребята сделали они предпочли раскачать единую героя еще чтобы в помощь был что штормик кстати в стингер уплотную тут сакса подходит дробовичок так и чуть немножечко жить не надо выбить нет ну и неужели граната добьет . фишка в том что сакса очень долго эту гранату перекладывала нашу него лежала шестым слотом и вот прям видно было в файте знаешь что он прям ждет 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 когда же собственно сделать там подрезали курьера кстати тиндер из не ошибаюсь вот что теперь очень далеко уже в мире и что-то видимо пошло не так да и все-таки сакса делает свой фраг марки хорош еще и курьера режет ой какой курьер гранатка ворды соответственно ой-ой-ой кларет команды и пошел динайдс от и 2 но это он миллиард так еще была возможность баунти руну украсть у шторма кстати снепки все верно и я просто видел как он бежал еще на руну если бы он еще у шторма руну украл это был бы максимальный импакт знаешь здесь за определенный промежуток времени это было бы просто идеалыч у нас на идеалыч она правда ну я то вижу что теперь не срать или так скотит у нас давит ботина стойкинга там бы пытаются разбить в ответ но стейкингу придется можно заценить собой ну да у скитера там собственно тоже такой значит режим стресса в любом случае там еще и херстоп ирауру сакрит сразу же прокачал и если вдруг подойдешь и тебя полетит хилл андаинга плюс какой-то дикей плюс соответственно первый спелл андаинга ну в смысле дикей плюс первый спелл некра то есть у морфа можно хп так выкинуть и умножить на ноль как говорится что гуго скитер мне кажется должен постоянно стать патавром и всего бояться мне не нравится вот это улыновая стратегия это как раз таки то что нужно пист кост против тундры они раскачивают этого некропуса чтобы он принимал участие в игре медуза все равно пойдет лес им неважно сколько там у нее отнимут крипов у него все равно есть 24 крипа правда этого достаточно чтобы потом все равно дистанцию уйти в лес и все равно он стоит хорошо да он не дамажит но у него есть базилочка есть стик у него есть ботиночек и вот он пробивает сколько может 33 пробить на этой линии просто нереально ну да и там самое главное чтобы сейчас это медуза все-таки донесла курьера и саксовый трассов не уничтожил а сам саксы обрати внимание он же явно выше камеры он пошел через парный портал помогать сэм тиммейтом ботом линии и это достаточно важно этот момент отходит скофилд и нет подачи-ка а сакса сакса тогда уже гулять неужели а ты посмотри что делает сакса он ставит вард мало ли там будут у нас так это уже не выйдет я уже думал что он политический сбор помогать но как-то пока что странный момент немножко там все равно был дабл стак если бы он увидел это дабл стак я думаю уже не было бы смысла блочить потому что там и так в принципе стакнуть сложно но вот видишь действительно пошло пошла медуза сама себе стакнуть и не стакнет сейчас за счет гениальный 10 1 6 минута руна скопил проседать очень сильно найн запиливает его но в ответ стингер его добивает шестингер добивает найна действительно интересно получается дальше он притингует саксу но я не думаю что здесь уже не убьет куда он бежит за нет нет конечно я игры я не думаю что возможно поэтому забудьте как говорится нам включили networks и некр пока топаде дальше находится тимбер и тайт хантер и морфинг и слушать достаточно близко и штормы медуза то есть целом планетки close game на между некром и медуза есть разница которая показывает только то насколько все хорошо пошло у афлейнера состава пескос конкретного за эти шесть с половиной вот извечная тема того да кому лучше отдать free farm да то есть и в принципе он да они сделали очень крутую штуку да а тайт мог бы пострадать тайда можно было бы запрошить и это тоже есть как одна из функций давления но медуза все равно пойдет в лес сколько бы ты не давил тайда а вот некрофос может давить как арте от 33 нападение у нас как раз гидарх мага пришел порядок все пытается навести но этого 3 погибнет рэвочка ты прокачал только что айда забудьте смысл нажимать тебя все равно заберут из важного снейкинг в этот момент прогулялся забрал вражескую урну мудрости давайте посмотрим левел в эту шаду ремана 5 интересно посмотри что там сны пар там тоже должен быть 5 по идее у снэпки при этом посмотреть как там у пугну и у андайн я думаю что там будет немного поменьше это гипер важный момент и вот это отличается скиловой командой то что вы идете и вот так вот реактиве да они потеряли тайда которого было бесполезно уже сейвить но при этом сейчас саппорты раньше получит 6 и тогда можно будет выйти уже на некропаса они уже на него выходит метеор хаммер ах вот вы как придумали то но это чемпионы это это все понятно но насчет травы g сейчас сомнительно было там был 4 из так уже от shadow демона ну ладно 33 горит я же прокачал я могу все и принципе нажал и улетит сейчас портал или пофармит пока что здесь так сделает и пофармит нет растерялся растерялся 33 то ли можно и не такое да точно точно вот он собственно метеор хаммер то ведь еще и под шаду демона только сейчас эта мысль пришла мне в голову слушаем прям интересненько конечно придумано я думаю проблемы сильно он по героям не должен доставлять и в принципе прятать под дизрабшины и ходить бегать бегать метеоры давать это точно не в планах и встретить кстати у нас пытаются на пасть или это не пробный не пробный выстрел от нас открыто нападение полка по уже ему вырезали нельзя погибать второй раз посетивая хилимся живем закрыт держись нет cimber запилил правильно давление суша усак это огромные проблемы уже дважды подряд забирают сейчас и какого-то акцента тундра сделали срочно в рожденном оф лейнере и как же это жестко работает вот они под аркенруда пошел же просто просто резать сны и кинг по-моему не сможет спрятать да и там было 6 лава лучше но демона на 850 это довольно таки хорошо можно и поддавить можно и бурж где-то очень серьезно нажать кстати против некрофоса жесткая контракт когда шаду демон большой вот ну а то это будет просто аутфармить все как как он делает это всегда как она делает это всегда ну ладно пока зато шторма нормальность бискоз но вот этому некропосу нужно подумать через честно своим поведением если выгодно 33 от всей команды 33 можно пойти забирать в учебу конечно рэйва теперь тяжку но рэйвич нажмал в поте поэтому его забирают и это было без проблем и факта для чем парка а морфинг столько не фармит как мне вот не нравится конечно не нравится что произошло сейчас 33 просто ну знаешь как это овер дайв происходит то есть он может спокойно себе крипов вытянуть дальше спокойно качаться а что а так он отдает лэву угни который будет лэву 6 который начнет заливать ману шторму и тогда уже он не будет неуязвимым просто 33 привык играть на неуязвимых героев ну да и вот сейчас знаешь даже этот рэйвич у макарина гряба уличный вот поэтому сейчас ему не покинулся его на нигде и вот она коса подъезжает а ведь коса для некрофоса последний полгода и пищи дополнительных так до конца игры это очень даже приятно и тут есть так и на стейкинга полетел шторма это два безответных фрага должны оформить и от состава бискоз и это даблки для сакры вот это нужно было сокру чтобы грудь вернуться хороший ответ хороший ответ сейчас ребят из бискоз да и сакрыт кстати вовремя подошел не остая не остается на месте вот если сравнить даже сегодняшние игры и наши с тобой вчерашние вот видно что ребята готовы реализовать себя везде хотя да понятное дело что эта команда бискоз и тут любой игрок должен двигаться в 10 раз быстрее любого другого ладно давайте смотреть приходит 33 наглеет конечно немного но против скотина можете себе позволить я посмотри-ка скотин твотим эти бежит за 33 да ладно dark мага это тоже может быть дорога в один конец рыбы что там уже имеется если что и там есть тики поэтому здесь нужно агрессировать бискоз но так с умом бискоз должны сейчас понимать что структура тундры будет такая тайт будет принимать урон везде и где-то в какой-то момент и может быть даже покажется что они могут его еще раз убить но сейчас может быть под прикрытием снайкинга и лучше бы это не делать лучше сделать фокус и упор на то как будет фармить шторм а это то как будет фармить морфы на то как будет фармить тимбер потому что это со два опаснейших персонажа которые могут перевернуться да 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 и формята ведь достаточно неплохо у нас по проверить тимбер у него все в порядке но вот по морфу нужно разгоняться по той ханжу его показано силы этого равенности потому что иначе кроме него я вот он заметил ноу знаешь что тундры какой такой пассивный пушевского то есть тимбер выносит крипов сты и по табрин да окей медленно но верного знаешь так не пуша скорее давление оказывает понятно что это может сделать перекачивать морфинг но тайгханта берет себе митюхами все классно носит но встри побочных так может вернуть и сопротивляет направлении сакры там даже был у тима это все демона сакры на развороте нажимать косу ну и на всякий случай сэйвить сейчас что демон двойная функция демона и утонуть и патриарты козы и он прекрасно с этим справился знаешь сокрыт видно что не совсем уверенно чувствуется он уверен на некре просто он когда был в своем регионе его не наказывали за то что он мог остаться один и даже с большим количеством этого значит ты смотришь на тайга ты не хочешь убивать смотришь на не крайне хочешь убивать но если посчитать правильного ждем и что у вас хватает чтобы его убить и это важно важно обращать внимание и давать героем быть неуязвимыми и наглеть акции кинг но все-таки заберу dark мага пошел дальше как же они классно играют вот этого давления в четвером хоть в этот момент главное знать что в одной в минус не вышло паркер во время прилетел сейчас хорошее подключение команде мне нравится его перемещение мне сейчас точно импонирует вот но умор должен наступать потихонечку пешочком проходить но т.п. тратить я не думаю что есть смысл так скотил пытается улететь бёрст дэмэдж найн красавчик ну найн хорош действительно но это не самый лучший герой если так будет будет будем честны да то есть имбир просто сейчас вошел в ультра мету консервная баночка сейчас во всех во всех экранах везде где только можно и я думаю что все научились уже центральном коридоре играть ну не так как маларин возможно да отмечу именно этого игрока вот но в общем и целом ребята все научились да то есть и понимать сколько дэмэджа наносят и так далее но все герои совсем чистым уроном имба есть выгодна снэйкинга ну точнее сам снэйкинг пришел сюда и отдался слушай а нам же можно чтобы маленько там спорить и друг другу высказывать я думаю что можно его и вот смотри последний месяц тимбер от найна против entity 90 против квест 18-4 против ликвид 10-1 и это все были победы против ликвид 18-4 и проиграл против гладиаторов 31 10 выиграл против секрет 5-20 прыгал но согласись что это все таки можно хорошие такие так он просто он просто хороший игрок на центральном коридоре есть профессор на одном герое а есть специалист по миду вот он специалист по миду как знаешь как универсальный магазин он готов на любом герое хорошо сыграть вот а вот есть люди которые вот прям идеально на одном двух-трех а на остальных ну посредственно вот нападение продавливают его и dark маги кстати хорошие стилы здесь оформляет нападает еще на 2 кстати он сбил ему реген он сбил ему регендарк мага не ожидал я погоди-ка у кого-то весел из них усак это уже веса насколько понимаю да ну да 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 просто знаешь это умом как говорится и бедный ветер скитер мне кажется что сейчас его собирать ой что демона зачем ты подпрятал то у нас это самого заплевать бы на него нет я сейчас не понял а почему он спрятал пугну он же знал что там коса они бегут за ним уже так нацелено они же от т1 до т2 его догнали да то есть это значит что они собираются косу нажать ну ладно слушай ошибки случаются первая игра на турнире вот и king крутой игрок я думаю что он разберется охота посмотри какие-то стаки у нас есть так ну я думаю что стаки не несохранене на тимбер хорошо их качает вообще будет большой тимбер в любой игре это огромные страны количество стаков на секунду показали количество стаков до 7 и у него что-то демона установлена сочно мортимир кисец у нас летят направлении стингер уничтоженного значит опять же это саппорт на него только что потратить 2 утиме это что я немного не понимаю сейчас тундру почему такой акцент ну да пугна страшно ну да герой просто пугна страшно но почему именно 2 утимейта они там больше никого точно не видели теперь еще если сакса за это будет напитать это будет вообще не круто для ребят и состава киндрис под мага 0 маны дарк мага 0 маны и наконец-то ребята прокликали что у него нет маны и 33 забирает его это очень важно сокрыт подставляется тут под фуржом уже никуда не уйти сокрыт бежать нет не получается это отличнейший ответ на тундры хорошо забайтили сейчас я не понял почему шторм с 200 маны ворвался сак это был хороший вопрос я думаю что нам сейчас тобой покажут вещи с ней кинга и там есть кое-что что меня уже дико заинтересовало возможно мне показалось но сейчас кофе лда не очень долго будут забирается ли по всему до 1 с этим справляет ладно если можно давайте же временно посмотрим что там у него уже на месте шар до ухтышь но стейкинг играет вот знаешь вот по скажем так своему личному плану и круто когда саппорт понимает какая имба шмотка ему точно нужно в первую очередь и этот шарт это это гениально я мало видел шардов на 15 минуте от шадоу демона побо мы комментировали со скрином и где нужен шар там не нужен мы комментируем шашлой нужен шар на шадоу демони он говорит не нужен с тобой не помню было не было я прям big фан бой этого шар да я прям все в цифра готов его рассказывать и восхвалять и так далее и говорю всегда и пусть еще гоним чекам и достанется правда сейчас два сряда будет но тем не менее и вот сейчас было знаешь супер приятно видеть то что уставали момент просто пол столба потеряла внутри эти но это было сочно я думаю что убивается на кино с таким как-то вот агрессирует вот он зашел один самостоятельно сюда в двойку самостоятельно прошел в левую часть леса да то есть большой лес пробрался и каждый раз его здесь наказывают не знаю то ли нет привычки того что наказывают хотя играть в западной европе это значит готов быть готовым ко всему потому что обычно там фаворит их скажем так сидят 7 грамму заклинание появляется часу тимбера ну и вот что интересно знаешь мы говорили с тобой про давление бескостно вот эти две смерти не к работе подряд они очень сильно это давление остановили и вот сейчас да есть медуза есть остальные и вот уже включается план b какой-то вот здесь интересно какой будет размен скотинга немножко пробивает а тут есть возможность или нет надо дать косу но какой же рэвич хорошая от 33 но не кому никому продлить и джим пар приходит сюда он расстреливает сейчас 33 с акций сакса погибает 33 коса минус 2 с вами расслаблен в этот момент отходит подальше снаекинг фильма пытался спастись но при этом снаекинг чисто в теории мог бы подсоединят косы но тогда бы он здесь гарантирован остался ладно спасибо решили сыграть но вот я и говорю сейчас план б то есть беско смогли либо очень сильно продавить либо выфрямить медуза очень сильно продавить вот прям заш очень капсу мне получилось на медуза ведь уже неплохая манта бабочка уже есть выход на рошана какой-то они знают то что не требуется я не уверен что я думаю что и тогда бескостную везет но везет тундре ну не то что везет сильнейшим в первую очередь вот я к тому что у них есть чистый урон да пробирается сейчас снаекинг чтобы попытаться здесь раздевардить может даже найдет этот вар но дело уже не в этом этого рошана не задевать это сто процентов у скопил да есть solar crest помнишь о которых вчера мы говорили по поводу у нас такие погибли и помнишь мы говорили о том что взаимодействие между героями с помощью слотов или с помощью скиллов по-любому должно быть и вот ребята нам показывают не то что идеальное но точно взаимодействие и вот solar crest есть все есть три три слота сейчас будет на медузе и можно давай посмотрим коэффициент от нашей партнеры бэдбум до сих пор все равно верят в тундру и спортс 1 8 на них 1 98 на без кост как ты можешь обратить внимание интересно я бы уже наверное если честно поставил зеркально но я понимаю что у тундры по-прежнему формат персонажи целых три и они не теряются никакой из них так что целом значит нормально и поэтому заходите на бэдбум да и обязательно делайте свой выбор матч мощнейший нам с тобой досталось изначально мы вчера с тобой смотрели матч в котором морф был топ-1 от ворса против медузы и это работало а вот timber топ-1 от ворса своей команды против медузы это может реально не сработать нужен морф нужен аганим нужен большой морф а может быть в этом и была задумка и без пост как раз таки знали об этом и скопил да поставили потом чтобы как раз таки испортить начало этому морфу и знаешь им это удалось потому что линия против которой ты стоишь это он даем некор но имейте уважение говорится тут любой вряд ли вы стоит даже чемпионы то по крайней мере он не выстоит так как может пить его верфармы поэтому он просто адекватно постоял я уже улыбаюсь как не тервает а подождите а терзать вязать легенькие-легенькие были для ребят интересно кому подостанет шара раму да а он дайн гора по мне да и вот как раз таки смотря на него достается если на пределе аналитики просто есть проблема есть проблема там stone level 1 так что сколько бы ты не прятал там резко может там упасть особенно против саксы на есть прокачивать пол в единичку это из минусов да ну ладно опять же никто не играл про победу точно пугнет ой они решили смакануться и напасть на той хан труктова и срыва что тут я если честно не уверен как был самих ребят есть он уж там а там я смотрю процентов 60 маны он врывается на стекли кто целится глимером сайт сэндрят у кеми тут начинает валют и буквально поставить ультимативную нажимаете не так то просто его забрать сесты посмотри как долго его немного не успел да там ну выше главное что вышли потеряли одно что-то демона это не страшно есть ощущение что без кост вот вот сейчас вот у них есть пяти минутка в которую они могут знаешь не только навязать борьбу а скорее играть первым номером давить но не в принципе всегда против любой команды играть первым номером даже если и проигрывают вот но я имею ввиду здравый смысл о том что они могут реально запрашивать врага и попытаться даже их подпушить а знаешь надо 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 то есть там ты два вышки стоят и у тех у тех обрати внимание насколько ровно в этом плане по четыре вышки а вот меня интересует внизу ребята пошлите затем забирать ведь там достанется либо в окне либо получается некропа сюда кого там из них да действительно это так и есть только я душа это хороший шар ты тот и тот из армага нападает у нас на тимбер на тимбер вроде бы выглядит неуязвимым или пытать его пробить но мне кажется что это не важно знаешь когда это будет возможно медуза прямо райт нам несет тебе сидя и вот с любым подключением можно будет уже действительно с тимбером разбираться я хороший билду на ино понимает он чтобы что там пропорция в балансе и магического и физического урона и он себе шиву вторым этому приобрел это редко делают тимберы но так есть в этой игре я еще и против не хило от пугны от некрофоса ну гениальные гениальное изобретение это реально умом как говорится да все вот он север на дузе у шторм спида кстати у нас к сэнч вич блэйт аркан тапки дальше таблеток они достаточно ранее грима даркмага который там он не ну не на детском совершенно выбить либо что-то подобное берет себе самостоятельно насколько же это были тралять под медузу у которой сейчас топовый метод не дают собраться видишь не дают собраться уже сплитит тайт hunter агрессивнейшим образом 33 играет под т2 у врагов на и чтобы т2 под т3 уже находится т2 т2 что подожди это даже нет нам там же нет т2 это так это так и есть и на т3 уже заходят крипы в такой момент не очень хочется конечно же знаешь как возвращаться на базу и но 33 не за мне нравится что тундра не запортили на т.п. погибнуть но они видимо хотят здесь дефать судя по всему это хантер этот сровашка прилетает но вопрос в том что знаешь как без костных могут обмануть забрать т2 никуда не пойти вот прям сейчас развернуться и все на без косты решили погнать все таки но при этом агоним летит шторму кстати ему бы дождаться собственно погоним это захода приятно что если к нему по факту я вижу к ним на столе ой и и ребята заходьте абсолютно подрывать на море картиз и старт мага пытается здесь видно почему-то был фокусом на не посадка поставим таки намного больше потерять без кости получить я не понял что они могли собрать два и раскрутку смело и вот этот наглость сейчас ребята скупила это минус 4 шторм там просто не уходить но как же много не тут потеряли а может и не уйти кстати они знают количество маны dark мага а у dark мага через десять секунд закончится аегис можно будет сбить ему регион маны так 33 если если блин он сбил шивой только что ты посмотри что творит этот лайк что он делает dark мага здесь должен погибать здесь уже никто его не засевит тундра блестящее исполнение точнее скорее ответ на супер дерзкое принятие решения на бескос на бескос сами 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 виноваты объективно как то есть как я видел что масло совсем немного до огнем этом знаешь вот буквально секунд 5 и он бы к нему прилетел вот подождите буквально столько да но при этом медуза уже движется в направлении вражеского тавра где-то и hunter уже пропал стопа ну наверное он плетит и начнет ромашку на рабочий сны как бы база база обычно обычно медуза так заходит только с аегисом в этой игре алекс был у шторма чтобы медуза разогналась и куда они пошли я так и не понял сейчас будет наверное какой-то качественный ответ без кос пытаются выдавить от тавра не ребята из тундры не буду допускать таких же ошибок которые допустили только что без квеста не получили свои плюс 5 тышки над ворсу и отходят и в этот момент они должны были чекать что вот знаешь когда в тени герой да но у него было три части от аганима и когда четвертая часть прилетает аганим собирается у тебя пустые слоты но когда ты нажимаешь на героя сверху вот на иконку и вот они должны были проверить обязательно кто-то в команде у без кос должен это проверять морфу прилетел аганим они уже были собраны а уж там а еще не долетел и они задавили по т3 и медуза не ожидал не ожидал что может погибнуть джим парк в этом моменте и его за иллюзии за станы за чистый урон тимбера и за то что в него превратился морф его убили дальше вы финка у медузы может быть попроще на опять же мы с тобой разбирали да то что там есть кем сбивать в целом но видимо сильно на нее рассчитывает ладно обсудим знаешь потенциально эти моменты себе тундра часы крутой выиграли потому что и топа продавливали вот т3 за дефали классно подрались остается у них т2 в виде стоять в оппонентов стоит и т2 вышки прежде да это в целом не важно то есть сейчас тундра хорошо подерутся и принципе заберут и сами подойдут к гранду и возможно как правильно греш тундра ты не ошибутся а у скитера есть вот ли это очень важный момент когда у него 500 дамеджи с руки я думаю что если сейчас получится навязать драку вот именно прямо в удачную подрывать что так как рыбы что уже есть и здесь можно просто вынести вперед ногами потому что три сколько дамеджи это просто страшнейший вот хотя у него еще пока что не так много слотов посмотри на его нет ворс по сравнении с медузой на 4000 по-прежнему после того дайва от медузы отстает но это все на знаешь удивительно немножко и кстати у скитера я так понимаю что просто уже вы мотивировал сама по себе да и поэтому не было вариантов напоминаю про то что у нас есть крутейшая вообще фишка супер до фото будем собирайте его делайте ставки собирайте карточки героев получаете шансы выиграть поездку на поле playstation 5 3 беты и другие призы какая какая какое же количество просто до вкусняшек для наших зрителей да и для нас принципе в том числе так и так то что вы же тут за доме жесткий там по поставлена так нападение на стингера на стингер ты отсюда не уйдешь никуда далее так ведь пошел тайк ну так понимать что они здесь надо убить вообще интересно мог лиц тингер спрятаться в том украина хэгэ я думаю что мог бы на некоторое время но вряд ли это так уж сильно валяло и потоки сапов минус нули на неудержимость но вот этот вот все таки дай в типичный без костовский я начинаю же бояться что это был момент знаешь где как говорится без косты и отдали слишком хорошо на это все реактив тундра тундра формят нормально найм на своем тимбере которого я защитил от тебя я так думаю да по всей 10 типа циферкам все-таки показывает что играет он может отмечу очень умный в убил ты тут тоже в этом игре такая сэндж и шива очень хорошо вышло и в итоге сверху актерин коры счет 826 то есть он продолжает свою фееринку да в этой игре он безусловно хорошо играть да и этом же не сказал что онлайн не умеет играть на тимбер нет я сказал просто про то что это человек умеет хорошо играть на большом пуле героев очень хорошо играть на большом пуле героев но вот именно идеально может и не сыграть да то есть я имею ввиду что вот есть игроки у которого ну допустим про 33 примеру помнишь его там бруду до в актуальных патчах что все боялись никто не не знаешь не имел право оставлять бруду 33 никто просто все банили в первой фазе даже неважно какая очередность было так смог выход на смог выход и без косты сами побежали в атаку сейчас но тут вопрос кто на кого 33 смоки спадают он отпрыгивает свою сторону потому что тиммейт уже успели убежать но есть за ним погони непонятно почему кстати ага вы так ставится спряка в итоге ребят что то дело что это долго не бьется пока его сэйвит с акции обратимой минус нажимал ультимакив . из костов его теперь а если сюда придетает это ближе все они сейчас будут просто гнать они не боятся сейчас на тундре абсолютно ничего стингера можно тут запилить как только закончится трейдер и закончился теперь кстати пробиваю там неплохо с сильвера полкопом потерял но это уже неважно потому что закидываю закидывают ребята из без костовы погибать запилили шанса кредону неужели коса добьет нет остается 150 кп и вот штор может сейчас рэвич нажимается и спасают найна на тонкого на невероятно тонком только что он находился тут хп не за 20 50 у него было узнают ой какая жесть ну собственно что и следовал ожидать ладно я еще помнишь на секунды 5 до этих моментов в боте сказал что сейчас они пойдут и так она и выйдет а и этим все пользуются тундра и вот все что случается дальше это уже последствия одного всего-то одного момента пера не забирать двух сапов подряд еще двух сапов подряд и не шокнули и вот они классно дерутся отлично нажатый рэвич который он не нажимал без файта нажал на шторма врыв и это минус 4 очередной да есть медуза не доза по-прежнему хорошая медуза будет хорошая тэфа но насколько сейчас сложнее будет выиграть себя там из без костов они понимали что часто правда будут делать вся команда тундры поэтому джим парк выбежал хотел настрелять по snap fire но вот эти коварные глимеры две штуки они просто решают всю эту игру какая жесть я не скажу так ни один момент порешал не только внизу еще вот на т2 в топе если помнишь да суппорты подставились очень сильно и шторм который развернулся с 200 маны на 33 или не отрестись она стейкинга который играл очень агрессия нет нет на саксу на snap fire он развернулся начал убить понял что у него 0 ману и такой ой и вот тогда был первый фит ребята валяться на варде прямо сейчас это уже сбита линка медузе и обратимально 33 но тут уже нет ребят это просто и помнить скитер стоит дарк мага решил ворваться дарк мага ман это маловато дарк мага при этом его никак не может подправлять пугна пугна слив в итоге в эпицентре есть врыв у нас и морки мертвец из по дарк мага в том числе так важно будет помирать и это минус 3 все как же только что сыграл круто скейтер понятно что когда ты уже снова болишь преимущество легко играть хорошо но я к тому что он кинул змейку форме медузы и два героя просто окаменело но вот он просто остановил их всех и как раз таки этого менять и забыла не пыталась чтобы положить там всех и положили искусно ребята из тундра показывают что не зря это чемпионы прошедшего да там интернешнл 2022 да не зря это чемпионы там прошедшего интернешнл именно так и приятно приятно смотреть за тем что вот ребята даже если ошибаются сразу же знаешь на бурном оптимизме на чувстве того что вот они хорошо играют dota 2 несмотря ни на какие ошибки они дальше идут в бой без кост уже вот видно они спонтанно идут в бой знаешь вот уже здесь холодного расчета ну не видно не чувствуется ну давай посмотрим ладно 15000 если можно нам графики сейчас покажут мне интересно сколько там вообще вероятность победы по версии доты сколько там по экспе вообще какая-то разница присутствует она наверное достаточно серьезно то есть ключ выловила какие там 16 15 18 и 20 где-то да то есть я думаю что 12 это уж у всех есть на не вы себе насколько мало панетов софтные и у он дайн и не деканте что не полагала ты знаешь дело тут уже даже не в левле а в том что ваше давление которое вы оказывали в начале было переломлено и разбито в чем-то а сейчас придумать новую стратегию на ходу как вот это вот плейт но только от базы дефаться то есть уже ничего толком не остается и был понимал понимаешь вот и сейчас посмотреть под отворцу 12000 fire 11000 демон это еще плюс лот над суппортами и не говоря об экспе вот а еще с такими сильнейшими корами а некрофос уже просто выпал из игры его до суппорта здесь кошмарно душат нас а когда здесь под сейвят я думаю подкил или нет неужели он не выживет нет подсейвили подсейвили что он только что нажал блинку собственно хочется понять так бывает у нас dark мага ладно со спины собственно на саксу но хоть как-то что ли может быть мартина заберута это вообще абсолютно как все получается ой 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 какой кошмар если честно пресс кипер подвязать надо это все же не раляет dark мага постоянно играть так будто его миллиард маны и dark мага сейчас на 60 секунд это верно и затор мага переагрессировал это точно это и уже который раз кстати да первая его агрессия была в топе когда он решил ответить под своим т2 думаю что с 300 маны он боец вот оказывается что самая как-то жилка и жизнь шторма и там она также как и у медузы слушай ну давай отметим так какие же молодцы тундра все-таки а вы ждали этот момент когда они явно проигрывали там классно подрались замечать на депресс моментально реактивно киташек и оппонентов и делаются невероятно четко сейчас я с погоню на за медузой фокус идет именно по ней заканчивается метод за 6 правда из пайбэк но вопрос стоит его нажимаете что это сейчас вообще так сагадами на столе мидуз нажмать байк же просто базы и у нас в итоге он даем плюс пуг на плюс метод на давайте пытается пытается урон наносят приличный джим парк пытается драться но как только что то демона достанет от него и может его спрятать я думаю что там урон будет очень сильный и заметил джиджи было точно дать и джиджи было они только что открывали тайтхантер и это было невероятно жестко в общем скажу так без косты оправдали мои ожидания полностью без кост по-прежнему команда кто может взять агрессивный драфт классно играть пикнуть некра спасибо огромное ребята была минута славы но потом нас